С подключением, весерные. В начале июля из красочного ломолюбивого Перу стали доноситься дикие, сбивающие с толку истории. Жители маленькой отдалённой деревушки проснулись от странных звуков и ярких объектов, светящихся в ночном небе. Видео со смартфонов и рассказы перумчан заполонили твиттер. Скептики и просто сочувствующие стали изучать маломегапиксельные видео по кадрам и переводить путанные рассказы деревенщины в попытке разобраться, что же там происходит. Жители деревни утверждали, что их терроризируют пришельцы, обладающие способностью левитации. Старшина перуанского населённого пункта Хайро Арайтеги утверждал, что несколько раз стрелял в непрошенных гостей и даже вроде как попадал. Вот только от ранений существо не падало, а просто исчезало. Процитирую его. Эти господа – пришельцы. Они хорошо вооружены наподобие зелёного гоблина из Человека-паука. Не придумал это, вот так сказал. Другие соседи Хайро описывали атаковавших как высоких человекоподобных существ серебряного цвета, с жёлтыми глазами и бутюнтыми головами. Настоящая паника в селе началась, когда выяснилось, что одной из жертв неизвестных летающих человечков стала 15-летняя местная жительница. Она, к счастью, выжила, но получила рваные раны в области шеи. Местные прозвали атакующих их деревню лицестирателями. Самое время рассказать тебе, кем надо стать, чтобы жизнь заиграла новыми красками, если и давала тебе лимон, и ты бы бог их отрендерить и бросить обратно в многополигональное лицо жизни. Правильно. 3D Generalist. 3D Generalist. Это специалист, который обладает широким спектром навыков работы с графикой и может выполнять задачи на всех этапах создания формы из треугольников. XYZ School готовит таких универсальных 3D-солдат на своём специальном курсе. Там в тебя всунут основы MyZBrush, Houdini, создавать 3D-модели от простых предметов до сложных персонажей, анимировать их, рендерить и заполнять сцены эффектами. Всё это ты научишься делать именно там. Просто специалист 3D-швейцарский, но что при этом курс подходит для новичков, можешь работать в своём темпе, смотреть лекции, когда тебе удобно, а проверять домашку будут профессионалы с честными, ну а как ты хотел, фидбэков. В общем, если ты любишь игры и всегда хотел геймдев, тебе суда. Ну знаешь, с такими навыками не дизайнить интерьеры, можно не только заброшенных космических кораблей, но и вполне себе обитаемых новостройках, да? Ну это так, для души, скорее всего. В описании ссылка на востребованную специальность, возможность никогда не приходить в офис и скидка 10% по промокоду Dostalkers. Шокирующего контента из лесов Перу стало появляться всё больше. Правительство послало спецотряды полиции и лучших детективов на место внеземной драмы. После расследования они пришли к выводу, что во всём виновата золота. А видишь ли, регион, в котором находится злополучная деревня, известен в остальном Перу, как мета для незаконной добычи золота. 80% всего добываемого драгметалла в обход государства приходится как раз на место притяжения внеземных цивилизаций. Удивительно, но только незаконный экспорт золота из Перу обгоняет по прибыльности экспорт кокаина из этой же сказочной страны. Масштаб блестящего пиратского бизнеса можно увидеть даже из космоса, при том, что всё это происходит в тропических лесах. Экология страдает от ртути, которые отделяют золото от остальных пород. А местное население страдает от работников приисков. Вместе с шальными деньгами за незаконную, тяжёлую и опасную работу приходит и досуг с такими же прилагателями. Наркота, ночное бабочничество, причём не совсем взрослых людей тоже, да. Заказные убийства и даже массовые захоронения здесь не редкость. Правительство время от времени устраивает облавы на отдельном участке совсем отбившихся золотых бандитов. Но это как слону дробитом. Чиновники, погружённые с головой в коррупцию, намеренно не уничтожают картельный бизнес на корню, чтобы он всегда мог отрастить новые головы и позолотить ручку. Местные жители пытаются защититься от процветающей мафии с помощью иностранных правозащитных организаций и активистов. Но это тоже, как мы понимаем, не всегда так уж хорошо работает. Золотоискатели же, чтобы спокойно продолжать работать и отдыхать вне закона, стараются держать местных на дистанции от своих дел. Именно этим власти и объяснили весь переполох с издирающими лицо огромными левитирующими инопланетянами. Оказывается, это были работники присков на джетпаках. Это официальное заявление. Они действительно так считают. Заявление сопровождалось несколькими интервью официальных лиц и даже фотографии местной девочки с телефоном и изображением хорошего качества того, что деревенские якобы спутались в неземной форме жизни. Так, ещё одна встреча с иной цивилизацией оказалась всего лишь разбойом с применением продвинутых технических средств. Дело закрыто, и все новостные издания, тиражирующие историю про инопланетян в Перу, с облегчением выдыхают. Да подумаешь, это же всего лишь шахтёры на джетпаках, которые терроризируют деревню посреди новая. Чё тут такого? Об этом не особо-то интересно писать. Вот только эта версия не всем кажется такой уж логичной. Местные жители утверждают, что никаких детективов со своими расследованиями к ним не приезжало. И историю про шахтёров на джетпаках они вообще не особо едят. Полицейские появлялись в деревне только для того, чтобы взять показания. Свидетели и даже не оставались на ночь, чтобы хотя бы попробовать пронаблюдать за непонятными активностями. После полицейского рейда на базу, какую базу, на шатёрный вот этот городок золотоискателей, полиция взорвала высокотехнологичные орудия добычи драгметалла. Вот эти вот, как вы видите, сделанные, видимо, из говна и палок. Всё взорвали, но никаких что-то джетпаков они обнаружить не смогли. Ну и, конечно, вот эта фотография, которая облетела уже весь мир, озаглавливая эту новость. Вот конкретно на ней не фотография на телефоне, а скриншот из видео. Но, может быть, они просто дали это видео для опознания этой девочке. Хотя, конечно, вводят в заблуждение. Как ты понимаешь, местоковок слишком много, но кто его знает, что может случиться в то самое лето, когда правительство официально признаёт существование нового. Может, ещё Мау-Тин-Дю начнёт предсказывать будущее? Ну да, именно это. В начале августа остров Мау и Гавайского архипелага охватили пожары. На их тушение ушло 10 дней. Известно о более сотне погибших, а от самого райского места осталось лишь пепелище. Такой стихии не было никогда за всю историю наблюдений. А официальной версии причин и виновников почему-то всё ещё нет. Именно из-за этого трагедия обрастает всё большим количеством теорий заговоров. Виной тому стали ещё и дома миллиардеров, которые по какой-то причине оказались не затронуты пожарами. Много репостов по обсуждению собрала и фотка одного нетронутого дома с красной крышей. Отсюда родилась идея, что всему виной свет, в который выкрашена кровля. Вскоре самые шумные головы западного полушария откуда-то нашли видеоролик с демонстрацией работы космического лазера смерти. Да, в воспалённой части Рунета тоже видео смаковали. Дополнительным подтверждением теории правительственного луча смерти приписали ещё и новостной ролик местного гавайского телевидения, в котором жители просили не бояться зелёных лучей в небе. Просто инженерный корпус армии США будет проводить криптографирование побережья. А вообще вся эта операция, по версии конспирологов, была затеяна для принудительной релокации жителей острова. На эту мысль их натолкнули устойно неполноценные работники страховых компаний и риэлторских агентств. Они начали звонить людям, которые ещё не до конца признали в дымящемся пепле свои дома, с вопросами о продаже ещё не остывших участков земли. Ну а как мы люди с вами взрослые, поэтому знаем, что риэлторы и страховщики, это ну если не раковая опухоль на теле человечества, то грязь из-под ногтей. Да? Если вы риэлтор или страховщик, отпишитесь нахуй. Финальным железобетонным фактом запланированности катастрофы стал напиток Mountain Dew. Особенно его ананасовая версия Maui Burst. Вспышка на Maui. Ну а собственно Dew, это все знают ещё, да, со школы, аббревиатура Direct Energy Weapon. Тот самый луч смерти. Правда, у такой стройной теории есть несколько несовпадений. Эфир с оповещением о зелёных лучах состоялся ещё в апреле, а луч смерти прокатился ещё в 2019 году, ну и был аварией на линии электропередач. Особняк Безоса не пострадал скорее всего потому, что находился на расстоянии 40 километров от зоны пожара, а хатка Обамы вообще на другом острове. Чё ты мне сделаешь, Абэма? I really want to tell this guy named Abe to go away. С Mountain Dew сложнее. Самые законспирированные пользователи уже ищут новые подсказки во вкусах газировки. И, кстати, находят. Там есть где вообще работать конспирологом. Официальной версии, как и говорил вначале, ещё нет. Национальная метеорологическая служба США выпускала предупреждение о высоком риске возникновения пожаров на Гавайях ещё до катастрофы. Опасность объяснялась комбинацией нескольких фактов. Засушливой погоды, недостаточной облаженности воздуха и сильных ветров. Во-вторых, экологи и климатологи отмечают, что Мау уже несколько лет страдает от засухи. Там стремительно развивается и сельское хозяйство. Разведение скота для животных на остров завезли быстрорастущую траву из африки, которая превращается в сухостой. Ну, просто обожают вас поменяться. Как, собственно, и сознание об условиях информационного застоя. Поэтому, чтобы его не было, приходи к нам в Телеграм. Забирай замечательный наш мерч. Чудесный, потрясающий, идеальный на осень с закрытием лица. То, что нужно. Увидимся через неделю уже. Через неделю уже увидимся с большим выпуском. Пока. Продолжение следует...